МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Республике Крым будет действовать 5-й международный антинаркотический лагерь «Нас объединяет жизнь». Эльвира Гордеева готова рассказать о программе готовящегося мероприятия. Эльвира, добрый день. Здравствуйте, коллеги. Добрый день, уважаемые телезрители. 29 августа в Крыму стартует 5-й международный антинаркотический лагерь, организатором которого является Национальный антинаркотический союз. Более подробно о лагере и его участниках мы попросили рассказать председателю правления Союза Никиту Вячеславовича Лушникова. Никита, здравствуйте. Добрый день. Итак, лагерь проходит уже не в первый раз, а в пятый. Вы являетесь главным организатором, вдохновителем, идейным лидером проведения вот такого рода форума. Расскажите, как возникло само желание провести подобный форум, с чего он начинался? Я думаю, что не главным, а одним из руководителей, потому что на самом деле очень большое количество людей задействовано в организации достаточно непростой площадки, которую себя представляет спортивно-терапевтический лагерь, который на нас стартует. Основная цель проведения данного мероприятия – это показать выздоравливающей молодёжи, то есть людям, которые приняли решение выздоравливать и изменить свою жизнь, отказавшись от пагубных привычек и зависимости, показать, что есть настоящие радости, естественные, природные, которыми можно наслаждаться без различных химических веществ, которым, к сожалению, химически зависимый человек очень быстро привыкает. – Каким образом возник первый лагерь, кто в нём принял участие и как развивались события дальше? – Здесь, может быть, даже скажу, что это воплощение мечты из детства, потому что психология зависимого человека очень похожа, и нарко-алкозависимые люди в своём мышлении и понимании очень схожи, поэтому то терапевтическое сообщество, которое представляет собой сейчас реабилитационные центры, в них легко человек восстанавливается, то есть легче, чем в больничных стенах или ещё в каком-либо другом формате, потому что его окружают такие же люди, как он сам. Они понимают, что происходит в его внутреннем мире, они понимают, что ему нужно где-то сказать, как ему помочь. И я всегда судил по себе и думаю, что бы мне больше всего хотелось бы на процессе выздоровления в 20 лет, в 21-22 года. И всегда были воспоминания самые тёплые, самые такие яркие, это из детства, когда мы собирались в пионерских лагерях, когда там разбивались по отрядам, какие-то были соревнования, соперничество доброе, какие-то цели были, командный дух. И вот эта мечта, она потихонечку, наверное, начала воплощаться. Когда ряды выздоравливающих начали пополняться, то мы сделали первый давно, наверное, ещё в 2007 году первый лагерь прошёл, это было 40 человек, мы собрались в лесу, жили в палатках и увидели огромный эффект для каждого участника лагеря, то есть для каждого был дан большой трамплин-старт в новую трезвую жизнь, уже с закреплением своего желания не возвращаться к наркотику. На сегодняшний день за прошедшие почти 8 лет лагеря приняли огромный масштаб. Я всегда старался избегать слова «уникальный», но на сегодняшний день могу смело сказать, что это, наверное, уникальный лагерь, потому что в мире подобного нет. Где собираются около тысячи выздоравливающих молодых людей, юношей, девушек, и они на протяжении недели живут полностью трезвой жизнью, исключая всякие вредные привычки, исключая нецензурные выражения, исключая сигареты, исключая вообще всё то, через что пришла в их жизнезависимость. А скажите, вот участники этого лагеря кто они, откуда? Это выпускники реабилитационных программ и сами реабилитанты, так скажем, пациенты реабилитационных центров. Не только из России? Нет, это международный лагерь, к нам приезжает из Белоруссии. У нас ещё была тесная раньше дружба с Украиной. Но на самом деле, несмотря на политические какие-то моменты, некоторые города с Украины приезжают и в этот лагерь. Понятно, не в таком масштабе, не в таком количестве, но всё равно мы стараемся удержать вот эту международную всё-таки формат, атмосферу, потому что мы вне политики, мы вне различных конфликтов, каких бы они ни были. Мы объединяемся, чтобы победить одного врага. И для нас не существует больше ничего. Приезжают представители стран Европы, Запада, то есть те, которые занимаются подобными формами реабилитации, которые объединяет Национальный антиаркетический союз. Никита, я знаю, что Ваш лагерь получил одобрение и поддержку представителей Православной Церкви. Ну, скажем так, что оно активно поддерживается, и даже больше, скажем, мы активно ищем этой поддержки. И в этот лагерь у нас Московская епархия, Владыка Мефодий, глава Синодального отдела, он отправляет своего представителя. А Салаватская епархия принимает участие как раз в спортивном турнире. И у нас Владыка Салаватский едет со своей спортивной командой. То есть собирается выставлять своих спортсменов, уже поддержать выздоравливающих ребят, занимающихся спортом. Также Севастопольская епархия. То есть, конечно, я считаю, что действие и участие Церкви, это, наверное, одна из самых важных моментов для духовного восстановления, вообще духовно-нравственного восстановления личности. – Более подробно можно о самой программе пребывания ребят и какого возраста они там? – Возраст абсолютно разный. Наверное, к сожалению, мы видим явно, что наркомания молодеет в нашей стране. Если до 2010 года этот возраст явно был с 18 и выше, то сейчас, к сожалению, из-за вот этой всей синтетики, курительных смесей, спайсов, солей, все это зашло в школы. И, конечно же, наркомания помолодела и переступила рубеж, я думаю, даже 16-летия, потому что у нас есть ребята и 13, и 14-летние, совсем молодые пацаны, девчонки. Поэтому сейчас, я думаю, от 16 и выше у нас есть Центр здоровых родителей, тоже такая новая формация реабилитации. То есть туда попадают родители, которые находятся там в алкогольной зависимости или еще какой-либо. К сожалению, такое тоже встречается и достаточно часто, потому что созависимость от нее никуда не деться. Если в семье наркоман или алкоголик, то по цепочке этой болезни поражаются как созависимые люди, родственники и ближайшее окружение. Наверное, получается, наверное, до 65 лет участники лагеря, вот весь эта возрастная большая категория. И это различные реабилитационные программы, потому что Национальный антинаркотический союз, он координирует НКО, работающие в нашей стране, которые готовы взаимодействовать с государством. Я думаю, что это один из немногих сейчас таких проектов, где государство совместно с НКО, как говорится, плечом к плечу, идет против общего врага. Потому что на площадках лагерей проводится правительственное заседание депутатов Государственной Думы, которые как раз поднимают вопросы, связанные с борьбой с наркоманией, социально значимыми заболеваниями, такие как ВИЧ-инфекция, гепатиты, туберкулезы. И специалисты, эксперты собираются на этой площадке вместе с депутатами, чтобы обсудить проблемы, не как бы предлагая друг другу решение, а уже используя тот формат, который они видят. Потому что вокруг них находится почти тысяча ребят, которые выздоравливают. И, в принципе, решения даются намного легче. Но вообще несколько дней этой программы, я знаю, что будут очень насыщены. Вот что ожидает тех, кто приедет в этот лагерь? – Давно выявлена была нами такая формула, что для зависимого человека внимание действительно дороже золота. Потому что с деньгами, материальными ценностями зависимость не победить. Это совсем не те способы. Для зависимого человека нужно понимание, что он кому-то нужен, что в него действительно кто-то верит. И мы начали в самом начале нашего пути приглашать дружить со знаменитыми людьми, чье имя значит для общественности уже большой авторитет. И к нам, я помню, один из первых подключился Арман Борисович Жигарханян, Ксения Рапопорт, Елизавета Боярская, Тян Лютаева, Паша Деревянка, Дмитрия Шмин. Много-много я могу перечислять людей, которые бескорыстно включились в эту работу. И с помощью их мы вытащили, я считаю, сотню, даже сотни ребят, которые нуждались в помощи. И в этом лагере к ребятам, которые приедут увидеть, и чем же вы меня заинтересуете, что же мне такое покажете, что мне это понравится. В трезвости они видят уже спортчемпионов мира в спорте, которые проводят с ними зарядки, занимаются целыми днями. Там к ним приедет Олег Михайлович Газманов с концертом, Денис Майданов, Стас Пьеха, Рома Жиган. То есть это певцы, они едут абсолютно безвозмездно. Многие даже сами покупают себе билеты, чтобы вечер провести с ребятами, чтобы отдать частичку себя им и показать, что они с ними поддерживают их в их пути выздоровления. А вот еще скажите, ребята, которые туда приедут, они же тоже смогут не только принимать участие, ну, быть пассивными, как говорится, зрителями происходящего, там, концерта, еще каких-то выступлений, может быть, спортсменов, но и сами принимать участие в этом во всем? Каждый час у них они будут задействованы абсолютно, потому что эти лагеря, чем они уникальны, что они делаются самими ребятами. Я, к сожалению, своему, ну, я никогда это не скрываю, 10 лет у меня забрал наркотик из моей жизни. И я недавно говорил тоже в ком-то интервью, что с 13 до 23 лет у меня нет ни одной фотографии. Не потому что, наверное, там у меня не было фотоаппарата или еще что-то, мне нечего было фотографировать. В моей жизни ее просто не было. Я потерял ее, и с 23 я начал жить, и вот эти все эмоции, чувства, новые идеи, которые просто забрал наркотик, они высвобождались с такой силой. Это такой сумасшедший потенциал. И вот эта площадка, где мы можем свой потенциал освобождать абсолютно креативно, в какой-то динамике, все что угодно. Они там строят картонные города, мы проводим квесты, мы устраиваем международные соревнования по футболу, по боксу, по волейболу, плаванию. Вечерами концерты мы приглашаем родителей наших, и со сцены через свое творчество просим у них прощения, потому что не каждый может сказать «прости, мама, в глаза» найти в себе силы, духа. Но в песне или в стихе при поддержке еще тысячи таких же, как он, это делается намного легче. А для родителей я считаю, что это самое главное лекарство в виде своего ребенка здоровым, когда он действительно подает надежды, что теперь все будет хорошо. Никита, огромное спасибо за интересную беседу. Я желаю вам милости Божьей в вашем нелегком и таком нужном деле. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, а я вам еще раз напоминаю, что мы беседовали с председателем правления Национального антинаркотического союза Никитой Вячеславовичем Лушниковым. Всего вам самого хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»